Благодаря вам живет наша компания, благодаря вам она растет, благодаря вам она стоит полтора миллиарда, и благодаря вам был построен тот завод прекрасный, на котором я работаю, благодаря вам я получаю зарплату. Спасибо! Вот, поэтому самое главное, это вы, поэтому вы должны больше продавать, лучше работать, чтобы мы дальше картились нашей компанией. А, так сказать, ну, братья-филки, конечно, молодцы, что вы не образовали компанию, но на данный момент это вы самые главные. Итак, поехали! Это мы приезжаем быстренько? Да. Значит, вот, собственно, краткое изложение того, о чем я буду говорить. Я немножко расскажу про наш завод, он действительно обалденно красивый. Я обязательно расскажу про всевозможные мифы и стереотипы. Вы знаете, дело в том, что с некоторых пор я стал частым культем подобных публичных выступлений, видимо, не только потому, что верхняя челюсть работает, но еще и потому, что владею языком, то есть, как русским, так и другими. Расскажу немножко базовые знания человеческой кожи. Вот тут есть еще эксперты, они дадут мне соврать, если я совру поправят. Но базовые знания о психологической кожи нужны именно для того, чтобы вот с мифами и стереотипами бороться. Потом расскажу про технологию приготовления шампуня, гиды для душа, или то, что на нашем профессиональном языке называется пенамулька. Потом расскажу про губные помады, вот из чего они состоят. Тут уже люди подходили, пробовали, думали, что это мои анализы. Нет, я более-менее здоров. Значит, ну и процесс происходства уже расскажу. Значит, поехали. Вот наш завод, Витцлер. Значит, друзья мои, это просто, это космическое, монументальное зрелище абсолютно. То есть, площадь 26 гектаров. От того здания, правда, нету, которое селит блесно-серой, таким закрашено. Сам завод, это КопиАр-2, вот он, вот, сам завод, это вот то здание. Вот это огромный склад, логистический центр, и, соответственно, пункт сборки заказов, которые вы тоже, так сказать, получаете, раздаете. А, собственно, завод это вот у КопиАр-2. Вот там, собственно, находится цеха. Красиво, современно, то есть, вот, первый миф, первый миф и первый стереотип. Как выглядит завод в России? Ну, вот, в нашем сознании, это какое-то здание из красного кирпича, на фасаде которого в белом кирпичем написано «Слава КПСС». Понимаете, вот не так выглядит завод в России, вот как выглядит завод в России. Вот именно, и внутри этого завода, вот, там тоже, не мужик телогрейки, что-то с аркогой лопатой с пола убирает, а там стоит совершенно современное оборудование, дорогующее, там абсолютная чистота, там все, так сказать, реакторы, в которых мы делаем нашу продукцию, из нержавеющей стали, причем медицинской нержавеющей стали. Поэтому вот нужно выкинуть это из головы, вот, потому что я когда там в компании друзей общаюсь, меня спрашивают, ой, ребят, где работаешь? Я там, говорит время, а, ну, шведская компания, а где? В заводе в Натинске, а у нас в России, а все. То есть, у нас вот это по-прежнему представление о том, что у нас болты заколачивают, кувалты, и стандарты качества не соблюдается, оно по-прежнему бытует. Ну, ребят, ну, это неправда, это не так, я бьюсь с этим непрерывно. Вот, да, утверждение справедливости и правильности моих слов. Друзья мои, вам, наверное, в вашей работе вот эта информация будет очень полезна. Наш завод получил сертификат GMP, Good Manufacturing Practice, или в переводе на русский, надлежащая практика производства, еще, соответственно, в 2007 году. И с тех пор мы регулярно его подтверждаем. Вот последний аудит у нас был в апреле этого года, мы все, так сказать, старательно, мы лишили глубокой декольте, чтобы пройти этот аудит. Мы его прошли, и следующий аудит у нас будет в апреле 2021 года, видите, вот. Этот сертификат выдан международной аудиторской фирмой, занесен во все регистры и все регистры. Что же такое GMP в переводе вот с русского на русский? Вот здесь вот так вот по-русски в общем написано. А я попытаюсь на пальцах рассказать. Если вы собираете свой замок, свое производство, свое предприятие сертифицировать по стандарту GMP, вы должны сами для себя написать десятки и даже сотни, у нас мы насчитали 160 инструкций и процедур, которым вы сами будете следовать. То есть вы должны написать в каком виде, в какой спецодержке нужно заходить в цеха, в каком, как нужно мыть руки перед тем, как зайти в цех, какое в цехе должно быть освещение, как маркировать продукцию, как обучать персонал, как хранить продукцию, как работать с браком, как обслуживать линии, я не знаю, описать вот все, что угодно. И таких процедур очень много. И вы сами должны их соблюдать. И когда придет аудитор, он у вас спросит, ну хорошо, а вот допустим, вы на линии обнаружили брак, что вы с ним делаете? Покажите процедуру, где описано. Вы не будете говорить просто так, а мы его, знаете, там в этом милую коробочку. Нет, это должно быть четко прописано. Какую коробочку? Как должна быть подписана коробочка? Куда он потом дальше девается? Что он не может попасть потом в продажу на рынок и так далее? То есть это все должно быть описано. И вы должны этим процедурам четко следовать. То есть, грубо говоря, вы сами себе ставите рамки, какой-то лабиринт, пройдя который, вы на выходе неизбежно получите хороший продукт. То есть, наличие сертификата GMP – это некий свод правил и ограничений, который в итоге неизбежно приведет к выпуску качественной продукции. А по сути это вот то, что написано здесь. Поэтому имейте в виду, что мы имеем сертификат GMP на все производство, как на производство пеномойки, так и на производство декоративных вещей. Это, конечно, такая довольно сложная, соблюдать стандарт GMP, потому что он такой всеобъемный вещей. То есть там есть и секция про обучение. То есть вот к нам приходит новый писатель в книге. Должно быть прописано у нас, как мы должны его обучать, сколько, чему, как потом их занимать. И все это должно быть запротоколировано. То есть это не должно быть просто, что мы производим. Вот здесь, если того, что мы производим, я написал тени для век, хотя у нас это называется модным зломом – консилеры. Мы производим в другом конце света в Малайзии. Купила помадку с нашим логотипом Oriflame. Она сделана у нас, на нашем заходе Made in Russia, Made in здесь на ней написано. То есть это вот мы экспортируем помаду на весь мир, вырованных арикулей. Двигаемся дальше. Сколько мы этого всего производим? Ну вот тут с самого начала нашего существования, 2009 года, конечно, сорвал про стандарт Джейми, с 2007-го, с 2014-го года у нас стандарт Джейми. Ну, а говорится, извините, так бывает со мной. Вот мы начали существование нашего захода, когда еще в Красногорске в 2009 году, и до 2014-го он жил в городе Красногорск, и там мы производили только декоратив. То есть помаду, пески для куб и так далее. А в 2015-го мы переехали в Надинск, в тот самый завод, который я вам показывал на фотографии, и начали производить уже пенамой. Вот она такими розово-серенькими колоночками показана. Ну вот, вот сколько мы производим, там это в миллионах, в миллионах штук. Вот, много. И теперь не вы стереотипы. Это мое любимое. Это просто мое любимое. Слушайте, вы знаете, когда я в интернете, а сейчас вот много интернет-образованных людей. Вот образованных людей мало, а им совсем мало. А интернет-образованных много. И вот, когда я читаю в интернете какую-то информацию на тему того, что в помаде содержится свинец, и наличие свинца в помаде можно определить с помощью облучального кольца. Вот, когда я читаю такую информацию в интернете, я испытываю чувство жгучей благодарности к депутатам Государственной нашей Думы, о том, что они до сих пор не разрешили продажу автоматического огнестрельного оружия в частной улице. Я бы этих авторов перестрелял бы к чертовой матери. Я бы, конечно, сел, но сел бы с чистой совестью и ощущением того, что идиотов на свете стало меньше. Друзья мои, в помаде свинца нет. То есть, от слова совсем. Потому что, чтобы он там был, его туда нужно было жить. Вот, а его там нет. А уж если вдруг какая-то сволочь положила свинец в помаду, то тем, кто определит его наличие с помощью облучального кольца, я лично, вот сейчас здесь, в этом зале, в присутствии большого количества людей, обещаю выплатить размер нобелевской премии. Я лично обещаю. Нельзя определить наличие свинца с помощью облучального кольца. От слова совсем. То есть, первую тему мы закрываем. свинца нет. Объясню позже, почему. То есть, это не билостопное мое повреждение. И надо опять-таки мне верить на стол. Я все вам объясню. А, значит, ну, это известное утверждение, что вот дорогая косметика – это хорошо, а вот масс-маркет, типа, а если время это... Расскажу вам неудобную историю из серии охотничьих рассказов. У меня есть одна подруга, ну, там, со школьных времен, с почти там 50-летним стажем. Она вышла замуж за моего хорошего друга-приятеля. Они богатые люди. Слава Богу, дай им Бог. Вот. И еще с 90-х годов эта моя потомка пользуется и пользовалась только косметика и шоссейда. Только шоссейда. Вот другую просто не существует. И когда я пошел работать на одну очень известную немецкую фирму, которая производила декоративную косметику для самых разных марок, для масс-маркета, даже для концерна Калина мы делали помаду. Ну, и для дорогих брендов мы тоже делали помаду. То есть я в своей жизни делал помаду и для Тиор, и для Шанель, и для Виши, и для шоссейда, я, кстати, тоже делал помаду. Кстати, у Тиора своих производств нет совсем. То есть Тиор всегда размещает производство у тех, кто ему делает косметику. У немецких заводов. Вот. Они вот эти рецептуры разрабатывают, и то не всегда. Так вот. И я ее любимую помаду, любимая помада банки такого цвета почти фруксия. Я ей вот эту любимую ее цвету. А у многих же брендов есть помады очень похожих цветов. То есть в любом бренде можно найти помаду практически один в один. Вот. Я залил в одинаковые футлярчики помаду ее любимого цвета фруксия. Их было восемь образцов. Я их снизу подписал один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пришел к ней на день рождения. У нее тогда что-то вроде не сорок у нее было. Приванчик, я вот сейчас работаю на буталиновой фабрике, поэтому буталинов у меня дофига. Я тебе принес твоего любимого цвета помаду, выбирай. Вот какую выберешь, такую я тебе и буду носить. Это как Жванец, покажи мне, что ты несешь, и я скажу, где ты работаешь. Вот. Анечка, значит, попробовала эту помаду так, попробовала, так, что-то там разное, попробовала, стирала, опять попробовала, выбрала. Можно две, я уже любил тебе, можно все. Выбрала две. Друзья мои, среди них не было ни одной шоссеи. Я-то знал вот каким номером шоссеи. Она выбрала помаду диоровскую, вот такого вот цвета фруксия. Ну, вот, почти как полоска на нашей блоточке. Парь, прошу прощения, блоточки. Вот. И, значит, а вторую выбрала, вы не поверите, нашу Арифлеймузскую. Я тогда еще не буду забываться, не говорю. Арифлеймуз, это не реклама. Нашу Арифлеймузскую помаду, вот эту вот, которая стоит 3 рубля ведро, это 100% цвет. Вот. Она выбрала вот эти две помады. Поверьте мне, вот, нет, вам, наверное, странно смотреть на 55-летнего дядька, который, так сказать, со вкусом говорит про грудную помаду. А мне по лету 25 поменьше, вот я бы этим вызывался. Со страшной силой. Я про помаду знаю все. Я знаю, из чего она делается, как она делается, какие в ней основные мельтезы, как она ложится на губы, как она носится, как она съедается. То есть я про помаду знаю больше, чем вы померите. Так вот, вот 100% цвета была совершенно обалденная помада. Она реально очень хороша с точки зрения формы, с точки зрения того, как она лежит, как она носится, как под ней дышит кожа и так далее. То есть она была очень хорошей помадой. Ну, вид, ну вот, ну, вид, ну, эти слезы не взглянешь, ну, этот черненький футлярчик, с прозрачной крышечкой, господи, ну, это же, ну, как вот в приличном обществе достать доски красить? Это только, ну, как бы идти попудрить носик, Так же не достанешь в случае. Нет, понты дороже денег. Я это прекрасно понимаю, друзья мои. И когда ты, идешь на свидание с девушкой, девушка достает какой-нибудь там восьмой, а тридесятый айфон и помаду, ты понимаешь, что у нее помада стоит минимум 3-4 тысяч, а ты-то достаешь, извините, в Уавей. Понимаешь, что ты, в общем, с этой девушкой как-то неровная. Понятно, у меня Уавей хорошо работает, я могу доказать это девушке, но это же надо времени. Вот, а в Англии дороже денег, поэтому достать из сумочки дорогую помаду, так сказать, и чтобы красиво блестела, это очень важно, это очень важно. Но чтобы краситься, в сумочке должна быть помада, которая подходит вам. Вообще, косметика индивидуальна. Вот, если девушка на край помыла голову, высушила, вышла на улицу, стряхнула, так сказать, грибой, сделала вот так у баби и решила, что она королева, ребята, значит, все хорошо, значит, эта косметика вам подходит. Значит, ничего больше думать, решать и делать не надо. Значит, все, вы нашли свое, и пользуйтесь этим. И наплевать на всех, потому что косметика абсолютно субъективно индивидуальна. Вот, визажисты не дадут ни соврать. Так, лечебная косметика, друзья мои, эта комбинация слов называется по-русски аксюмером. Это несовмещаемые слова. Как живой труд? Лечебной косметики не бывает просто по природе в значении этих слов. То есть, либо это лечебное, и тогда это относится к лекарствам, и регулируется соответствующими законами, правилами, и производство совсем иначе, и воздействует на кожу, на организм совсем иначе. Либо это косметика, которая не имеет права проникать сквозь кожу, и воздействует на организм. Она может только сверху что-то сделать. И они регулируются совершенно разными законами. Поэтому, либо лечебная, либо косметика. Вот этого не бывает. Следующее. Шведская косметика это хорошо? А, ну да, я делал, что я. Пады, парагены, страшная химия. Расскажу. В косметике много химии. Вообще, кругом все химия. Вот я, одна сплошная химия. Ну, в общем, да. Поэтому, ну, что значит химия или не химия? В общем, все химия. На самом деле, все, не в кругом химия. Поэтому, ну, я всегда привожу, понимаете, у нас сложилась в голове какая-то, вот я сейчас модное слово употреблю, парадигма. То есть, мы вот все искренне считаем, что вот живое, натуральное, сгрядь, это хорошо, полезно, а вот химическое, так сказать, вот искусственно сделанное, это вредно. Я всегда привожу один и тот же пример. Бледная баганка, она натуральная? Абсолютно. Вот одной бледной баганке на компанию из 5-6 человек будет достаточно, чтобы, так сказать, граждане сдохли сразу. Ну, особо стойкие, еще пару дней проучиваются. Ну, оно натуральное, абсолютно натуральное. А полиэтилен, друзья мои, пищевой полиэтилен, вот такой вот, в виде порошка, можно есть ведрами. Он абсолютно безусловный, бесцветный, инердный. Нет, в виде пакетов не надо, может, застрять. Понимаешь, да? А полиэтилен инертен. Из полиэтилена делаются детали клапанов сердца. Он никак не взаимодействует с нами, мы никак не взаимодействуем с ним. Он инертен, поэтому бояться полиэтилена не надо. Он транзитно проходит через организм и никак с нами не взаимодействует. Расскажу, зачем он нужен в помаде. Он в помаде употребляется. Поэтому вот у нас в голове вот этот страшный суть о том, что тут натуральное хорошо, а вот химия этот дом продолжит. Мыться лучше дарами природы, есть лучше дары природы, исключить дары природы и мыться. Ну да, мыться можно, ребят, чем угодно. Был бы ток. Если в итоге было чисто, можно мыться бакушком, ромашкой, яичком, кизиком. Чему бы если бы другие чисто. Понимаете, у нас же цель вот хозяйственным мылом, а как же раньше? Вот раньше мылись хозяйственным мылом, и у всех все было хорошо. Ребят, мы, во-первых, не знаем, было ли у всех хорошо. Для этого нужно произвести массовую эксгумацию. Я на это пойти не могу. Понимаете, не факт, что у всех было хорошо. Во-вторых, девушки, дамы, милые, раньше хозяйственным мылом мылись раз в неделю. В банный день женщина мылась хозяйственным мылом, потом ополаскивала волосы, допустим, ромашкой, допустим, лобушком, потом долго-долго их расчесывала гребнем, фенов-то не было, естественно, и сушка доводила до состояния, что волосы почти сухие, и потом их заплетала в вкус, укладывала и покрывала голову платком. Ни рус, ни мусульманскую женщину без платка не мог видеть никто, только ночь, только ночью. Поэтому у нее в голове-то неоткуда было пачкаться. Ребята, она утром оставала в 4 часа доить корову, она в платке шла ее доить, потом она шла ворошить сено, она в платке ворошилась. Она в церковь шла в воскресенье в платке, в парадном платке, но тоже в платке. Поэтому мыться, если раз в неделю мыться, можно пушком, промазкой, кизиком, хозяйственным мылом, чем угодно. Но если вы моетесь каждый день, а то и по ни одному разу, то вот это не подходит, потому что кожа имеет слабокислую реакцию. От 4,6 до 5,2 кожа слабокислая. А хозяйственное мыло это щелочь, причем такая жесткая щелочь. Если вы щелочью регулярно будете травить свою кожу раз в два раза в день, то в общем ни к чему хорошему это не приведет. Я вас уверяю, не надо этого делать. Потом более того, у нас же сейчас мытье перешло из категории помыться, чтобы было чисто, в категорию некоего самолюбования. То есть, понимаете, вот реклама, вот девушка стоит под душем, красиво стекает пена, девушка потом посушила волосы, встряхнула грибы, и утром вышли, побежала за маршруткой, волосы развиваются, и вся маршрутка смотрит, и она сама собой любует, она заходит, вот в маршрутку опять и смотрит, и вы все думаете, блин, какая же девушка, невозможная. Так вот, друзья мои, если каждый день мыть голову и доводить до состояния грибы, чтобы он блестел, оболнив, и струилось, это хозяйственным мылом никак, и лопушком никак. Это только современными моющими средствами, в состав которых входит папа, и затем бальзамами, в состав которых входит другая страшная химия. Потому что только так можно добиться эффекта, чтобы волнилась, струилась, и чтобы вся маршрутка обернулась, иначе нет. Значит, соль алюминия в дезодорантах это вообще печальная история, вы меня потом спросите, в общем, в общем, они там есть. Маги жир животного происхождения. Это тоже вот история, которая популяет в интернете, что каких-то котов, котиков, значит, прокручивают через мясоруб, отжимают из них жир, добавляют в помаду. Друзья мои, для этого здесь вот этот интерактив. Вот, в помаде есть один единственный жир животного происхождения. Я его буду уже демонстрировать с разующим. Вот он у меня в руках. Вот он. Он, в общем и целом, ничем не пахнет. Он полезен исключительно для кожи. Знаете, вот монолиновый икрем, монолиновый мыло. Вот он. Ланолин. Это жир шерсти овец. Ни одна овца при производстве этого жира не пострадала. Ну, только морально. Поэтому никаких котов, котиков, крыс, собачек, и щеночков, из которых выдавливается какой-то жир, при производстве косметики не используется. Кстати, наша кожа выделяет, вот жировые железы, сальные железы нашей кожи выделяют очень похожий состав сложенных эфиров и жирных кислот, которые называются монолином. Потому что мы с овцами очень большие родственники. Я не знаю, как все, я по себя. То есть, вот мы с овцами и с баранами с точки зрения ДНК мы родня на 96%. Ура! 4% разницы только. Это с точки зрения ДНК, с точки зрения генетики. Я это иногда чувствую. Значит, про свинец в помаде мы уже поговорили. Метки... А! Ну вот же самое простое! Слушайте, вот это вообще гениально. Значит, дальше читаю, что вот метки на тубах разного цвета о чем-то свидетельствуют. Тоже, наверное, слышали, да? Что вот, типа, если на зубной помаде метка зеленого цвета, то это какая-то совершенно офигительная зубная натуральная помада. То есть, если зубы растают, сами прям... Да, зубная паста. Да, значит, и все такое прочее. Так вот, друзья, вот у меня есть два тюбика. Один из-под нашего Джордани Голдовского бальзамчика. На нем видите метку белого цвета. Вот из-под нашего бальзама Хер Икс. На нем метки черного цвета. Значит, метки есть. Для чего они сушат? Рассказываю технологию производства. Тубы от поставщика всегда приходят вот в таком виде. С накрученной крышечкой и с открытой желтой. Вот всегда в таком виде. Они приходят в коробку. Потом они падают вот так вот крышкой вниз на вращающийся стол тубонаполнительной машины. Проворачивается там. Датчик видит эту метку, останавливает тубу. Иголкой ее потом наполняют отсюда, изнутри, до нужного уровня. а потом лапки машины запаивают. Так вот, эта метка нужна для того, чтобы остановить тубу в нужном положении. Чтобы потом ее запаять вот так, чтобы с этой стороны была лицевая сторона, а с этой стороны всякое описание. Не вот так, не вот так, а вот ровно вот так. И если у меня датчик настроен на черный цвет, то я у своего поставщика закажу тубу из черной меткой, чтобы датчик работал. А если у кого-то она зеленая, то он закажет с зеленым цветом. И все. У меня перестраиваемые качки. Я могу отвертчик и маленький подрегулировать, и он будет реагировать на другой цвет. То есть при проворачивании тубы датчик видит метку и останавливает тубу в нужном положении, чтобы потом ее правильно запаять. Это чисто технологическая метка. Ребята, никакого сакрального смысла в цвете этой метки нет. Поэтому, если вам кто-то когда-то скажет, что вот раз на этой зубной пасте меточка красного цвета вы ее используете только для зубов в труднодоступных местах, вы ему эту тубу можете засунуть прямо в порт-монет. И скажете, что от меня. Если вы вспомните еще какие-то волшебные космические версии истории, чтобы помнить, а вот еще говоря, я вам с удовольствием в меру своих знаний и опыта расскажу о чем поехали. Структура кожи. Ну, да, кожа на самом деле уникальное совершенно явление. Это самый большой орган нашего тела. Это орган нашего тела. Она довольно много весит, имеет площадь порядка двух метров и в общем она выполняет самые разные функции для нас, как для потребителей, ну и для вас, как для распространителей, космические тоже потребители. Важна ее защитная функция. Так вот, друзья мои, верхний слой кожи, который вот здесь, вот верхний слой кожи, который не снабжается кровью, лимфой и так далее, тюпидырц, вот он показан здесь отдельно, он, собственно, является основой этого защитного слоя. Для того, чтобы пролезть туда, внутрь кожи, нужно преодолеть либо трансэпидермальный барьер, сейчас говорю умные слова, простите, то есть пролезть между теми вот чешуйками, то есть, грубо говоря, вот здесь клетки еще живые, видите, они с ядрами, вот на границе дермы и эпидермиса, они здесь размножаются. И, соответственно, когда они размножаются, внутрь организма кожи расти не может, соответственно, они выталкивают клетки, тут она реплика, степенно выталкивает, то есть клетки отмирают, превращаются вот в такие плоские мешочки, как мешки с цементом. И отмерзшие клетки образуют вот эту верхнюю часть, которая постепенно, так сказать, отшелушивается, за которую мы любим удалить шкраб. То есть шкраба можно удалить только вот самый-самый верхний слой. Соответственно, в молодом возрасте клетки обновляются полностью, вот выходит наверх раз в четыре, в неделю, мне повезло меньше, у меня примерно раз в десять недель это происходит, но тоже пока происходит. Вот. И, собственно, как пролезть-то внутрь кожи, понимаете, вот для всех этих страшных вещей, которые все боятся, вот этой всей химии, допустим, все боятся там сульфата натрия, лаурилсульфат натрия. Звучит, как приговор, просто, да? И вот мы читаем на интернете, что вот лаурилсульфат натрия может вызывать рак, может накапливаться в почках, печени, вызывать необративные... Проникает в мозг. Проникает в мозг, да, в мозг. Вот если я проникнул сульфат, проникнет в мозг, то нужно, что-то все, это керодекол. Согласен, да? Но дело в том, чтобы туда, внутрь, в организм, нет такой дверки, чтобы вот какой-нибудь страшный лаурилсульфат или парабен какой-нибудь подошел, поскучал, я лаурилсульфат, дверка открывает и заходит внутрь организма. Нет такой дверки в нашей коже. Размер пора нашей кожи 20 нанометров. Он туда не пролезет. Собака, он здоровый, он 100 микронов. Попробуйте кирпич запихать в замочную скважину целиком. У вас не получится, ребята, он не пролезет через кожу. Если вы боитесь лаурилсульфата, хатки, парабенов, силиконов, еще чего-то, единственное, что нужно делать, не пейте шампун. Все. Потому что, если вы махнули стакашечку шампуня с утра, задели помадку и пошли, так сказать, розовые пузыри пускай, тогда дело швах. Внутри там слизистое. И там-то он может попасть в мозг, как только что меня пройдет, в печень, почки, и в общем, изменит. В общем, все будет беда. Не надо пить вверх. А если это на кожу, то через кожу он не пролезет, ребят. Ну, ну, бля, ну, ребят, выключайте верхнюю челюсть, в ней мозг находится. Ну, как вообще такое можно писать? Я просто этим интернет-автором поражаюсь. Поехали. Значит, вот информация про кожу. Наша же важная информация, что диаметр пор кожи меньше 20 нанометров. Баража кожа, то, что я уже говорил, слабокислый. И это важно. Поэтому использовать щелочные средства не следует. Часто. Ну, да, вот количество волосяных луковиц до 1 миллиона. Представляете, на всем теле человека там миллиона, я не знаю этого человека. Это миллион волосяных луковиц. Но вообще, на самом деле, это удивительно. На голове порядка 150-160, ну, от 120 до 160, в зависимости от глазки, от многих особенностей. Я вернусь сюда, походу, волосяные луковицы. Вот она, это волосяные луковицы. А к ней подходит мышца. То есть, когда нам холодно или страшно, и мы говорим, что волосы стали дыбом, так они на всем теле стали дыбом. То есть, каждый из этого миллиона луковиц подходит своя маленькая мышца. И когда мы пугаемся или нам холодно, а ногу поднять, это, конечно, фантастик. То есть, вот жалую, что я никакой не врач, не врач. Функции кожи, ну, их очень много, но я еще раз говорю, что для нас важна защитная функция кожи. Когда вам начинают втирать, прошу прощения за жаргон, что кто-то там может проникнуться в кожу, затаиться внутри и потом сделать что-то страшное с вашими основными функциями, нет, ребята, не может проникнуть, потому что в коже есть основная, главная защитная функция. То есть, нет, понятно, что если вы перед мытьем разодрались в кровь кожу и пошли мыться, то тогда возможны варианты. А если вы просто помылись, а не сразу после жестокой драки, то все будет хорошо. Ну, несоответственно, то, о чем я говорил, что, в общем, если есть заболевания, кожа, термотиты какие-то, то нужно с косметикой и вообще моющими средствами быть осторожными. А вот это, ребята, очень важный слайд. Запомните, запишите, отвечайте всем, кто с вами общается, нашим. Это по определению, друзья мои, косметика может воздействовать только на верхние слои кожи. Вот это кардинально важно по закону. Иначе это не косметика. Ну, и то, что я говорил, что для того, чтобы пролезть внутрь, кожа должна либо, так сказать, в пору, в дырочку, вот это сложное вещество сквозь кожу, что пролезло должно либо сквозь дырочку через пору, либо между чешуйками, пластинками залезть внутрь, что, в общем, тоже непросто. Ну, и, наконец, мы переходим, значит, заканчиваем эту историю про мифы, которые связаны с кожей, значит, переходим, собственно, к производству шампуна. Из чего они состоят? Во-первых, открою вам страшную тайну. Может быть, она вам будет неприятна, я вынужден это сделать, если зато это, чтобы открыть вам пасад. Товарищи, есть еще активные граждане, несознательные, которые думают иначе, шампуни и гели для душа это одно из душ. А это совсем одно из душ. То есть совсем, совсем, совсем одно. Поэтому совершенно безопасно можно мыть голову гелем для душа, волосы, соответственно, не вылезут, а тело можно мыть шампунем, соответственно, они не выросут, там, я в данном случае, будучи человеком возрастным, могу служить рекламой, если что, обращайтесь, если есть какие-то люди, работающие на секунду, шампуни и гели для душа я их путаю. Но, как видите, волосы на месте. Как видите, я живу. Так. Значит, что входит в состав? В состав любых моющих средств входит вода. Воды там много, процентов 80. ПАВЫ поверхностно-активные вещества. Все боятся этого слова. Лоба страшно. Потому что раньше мылись исключительно омыленными жирами или щелочами, то, что входит в состав. Мой зла. Так вот, поверхностно-активные вещества. Вот я сейчас следующие слайки включу. Вот. На него не надо смотреть, он очень страшный. Значит, дело в том, что вот как выглядит лаурилсульфат, лауретсульфат, они лиспиросники, только вот в лауретсульфате, который второй, в нем там, вот в этом длинном хвосте еще и эфирные группы вот такие вставленные, этим отвечает вот лаурилсульфата. Значит, видите, вот они выглядят вот таким образом примерно. То есть у них есть голова такая и длинный хвост. То есть как голова стыд какой они выглядят. Значит, о чем это? О чем эти слайды? Как они работают? Вот есть вот эти поверхностно-активные вещества, у которых голова прилипает к воде, а хвост прилипает к жилу. Вообще, как я уже говорил, здоровая кожа, здорового человека выделяет ровно то, ровно столько, сколько ему нужно. Поэтому мыться в ринг. Ну, увы, нет, я не промежу тебя говорю, но, увы, мы общественные создания, поэтому, если в прямом исследовать этому завету, то, в общем, соседям по маршрутке будет неприятно. Поэтому мыться надо. Вот тут нужно выбрать некую границу, как часто это делать. Потому что, как это работает? Наша кожа, наши сальные железы выделяют жир на поверхность кожи, и к нему из воздуха прилипает грязь. Так грязнится кожа, и, в общем, волосы мыть бесполезно. Их нужно снять, пропылесосить, и одеть обратно. Ну, эти тряпочки важные, протереть, и опять одеть обратно. Потому что волосы мертвые. Вот они совсем мертвые. То есть, как только волос, когда я показывал там структуру кожи, вылез из луковички, вот как только он вылез на поверхность, он мертвый. Это кератиновые, длинные, упорядоченные чешуйки, связанные между собой с сульфитными мостиками. Он мертвый. волосы можно отрезать, положить в коробочку и убрать в стол. И потом, лет через 50, достать, и они будут точно такие же. То есть, вот эти все рассказки рекламщиков шампуней о том, что наши волосы встраиваются, наши шампуни встраиваются внутрь волос, и изнутри его оздоравливают, омолаживают, укрепляют. И он делается живой, сильный, здоровый. Ребята, если ваши средства действительно такое делают с волосами, то я вам скажу адрес, где это нужно применять. Это на Красной площади. Если стоит такое невысокое здание красного гранита, вам туда. Потому что волос мертвые. Совсем. Их не оздоровить, не омолодить, не восстановить. нельзя. Можно сделать вид, можно на них что-то нанести, поскольку он вот такой вот немножечко елочкой волос. Его можно одеть, так сказать, бальзамчиком во что-то, так сказать, каждый облепить, чем он будет легче стоять, лучше расчесывать, будет быть более бескучим. Но изнутри он другим не станет. Для того, чтобы волосы стали другими изнутри, нужно начать вести здоровый образ жизнь, нужно взбылить к чертовой маме или отрезать старые волосы. Бальзамчику и ехать судьбом на море. Это вообще мерзит. И вот там, на море, в здоровом питании, через некоторое время у вас будут расти здоровые, хорошие волосы. А вот укрепить и омолодить и оздоровить то, что уже сечется нездоровое, нельзя. Так вот, вернемся к коже. Кожа что-то выделила, на это налипла какая-то грязь, от этого жира испачкалась вот эта прикорневая часть волос. И чтобы помыть, нам нужно нечто, что эту грязь жир с кожей уберет. Так вот, для этого служат вам. Они своими хвостами прилипают к жиру и грязи вот таким образом. А головы, которые не прилипают к жиру и грязи, торчат наружу. А к ним прилипает вода. Соответственно, когда вы намулили голову, произошло вот так. Дальше вы это смываете. И вода, цепляясь за вот эти головы, вот эти вот, в которых содержатся серо и надрый вот эти вот в голове. Вода, прилипая, отрывает грязь к поверхности и уносит. Вот так работают бабы. Причем любые бабы. Начиная от этих страшных сульфатов и заканчивая баба на основе кокосового масла, которое тоже входит в состав наших шампуней, питают. То есть вот это простая релестрация механики работы. Как работают бабы. Поэтому бояться их не надо. Спозь кожу они не прорезают. Значит, раздражение кожи лауринсульфат может вызывать, но это там еще парапены же. Господи, конечно. Парапены. Пишут шампун без парапены. Красный. Ребят, зачем парапены вообще нужны в пеномойке? Это консерванты. Меды хозяйки. Консервантами что является? Соль, уксус и сахар в большом количестве. Правильно? Если в варенье не доложить сахар, оно забродит и взорвется. Это бактерия начнет вознажаться, выделяет углекислый газ. Мы не можем класть таких количеств в соль, уксус и сахар в пеномойку, чтобы у них не отнажались бактерии. Потому что в воде вода является источником жизни. И в воде водной среде 80% воды естественным образом размножается микроорганизм. Это нормально. Если вы поставите стакан воды в ванную и через неделю его достанете, посмотрите в микроскоп там зоопарк. Там будут разноцветные цветные макнатинги. Разные они будут спариваться, размножаться. Там будут все очень красиво. Да вот это же будет красиво в шампуне. Там тоже будет размножаться со страшной силой. И вот чтобы это не было на протяжении всех трех лет, пока вы пользуетесь шампунем или гелем для душа, туда обязательно нужно положить консерванты. Обязательно! И вот парагеной является консервантом. Кстати, это близкие розыгры. Они сделаны на основе бензойной кислоты. Вот она. Бензольное консерванты и уваживка. Если на это навесить еще одну вот здесь вот это вот убрать, вот это если убрать, а вот на это навесить все уваживку, то получится салициловая кислота. Если еще одну у вас в группу навесить, получится ацетил салициловая кислота или аспирин. Парабены содержатся на самом деле в коре гиблии и в чернике. То есть это абсолютно нормальная естественная химическая штука. Они являются консервантами, антибактериальными веществами, попадая в организм, есть тушевые махнутые стаканчики с парабенами. Они соответственно почками отлагаются до бензойной кислоты и прекраснее выходят с махнутой. Поэтому не надо их бояться. И поэтому когда вы видите надпись на шампуне без парабенов, то вероятнее всего парабенов там нет. Но это значит там есть какие-то другие консерванты. Без консервантов шампунь бы зацвел через неделю, а уж через три года и подал. Значит туда положили либо феноксетанон, либо пронапок, либо теазоленоны, либо соли серебра, что тоже не есть хорошо. Ребята консерванты туда значит точно положили какие-то. Ну чудес не бывает. Ну как мы живем на этой планете. Ну и соответственно уже выводы можете это сфотографировать и потом предъявлять вашим пытливым покупателям. Дело в том, что выводы я перевел из косметики ингредиент ревью значит долгое время занимались исследованием того, что вредно это или не вредно, страшно это или не страшно и сделали вот такие выводы. Значит по поводу 20-30 минут да действительно если концентрированным лаурилсульфатом натрия воздействовать на кожу свыше 30 минут будет локальное рассложение кожи. Поднимите пожалуйста руку. Кто из вас стоит на мыленном 30 минут? Нет? В литературе такой случай не написан когда дверь затопнет в 12-й ступе помните, да? Вот не надо стоять 30 минут на мыленном и все будет хорошо. Вот. Поэтому мы заканчиваем про... А, да, кондиционеры. Состав кондиционеров действительно могут входить силиконы. Это длинные, очень длинные полимерные молебулы. Это там какой-нибудь допустим полики медлился в Оксан. Вот. Что они делают? Вот наш волос если на него посмотреть он вот такой вот чешуйчатый они его как бы каждый волос одевают вот в такой вот чехольчик. В итоге волосы меньше падают, лучше стоят и прическа выглядит пышнее, они легче расчесываются, у них более блестящие. Любые бальзамы, кондиционеры нужно наносить на корни. Их нужно на полот, вот блин, нужно себе длинную прическу отрастить. Их нужно наносить по длине волос, а не на корни. Мыть, наоборот, нужно в основном прикрым лугую часть, а бальзамы, кондиционеры вот так. Да. А, да, ну вот же да. Детский шампунь отличается от частных вопросов. Чем отличается детский шампунь? Значит, в детский шампунь либо совсем нет сульфатов натрия, потому что они разраздают щипают глазки, ребенку трудно объяснить, что нужно закрывать всегда глазки, когда умываешься. Взрослому тоже трудно, но можно. А ребенку нет, поэтому, чтобы не щипало глазки, в детских шампунях обычно сульфатов натрия либо нет, либо очень мало. А вот эти вот бабы на основе кокосового масла, они, не раздражаясь, слизистую, не щипают глазки. Но они гораздо неэффективны. Меня часто спрашивают, можно ли взрослому человеку мыться детским шампунем? Можно, волнить и струиться не будет, потому что они менее эффективны. Значит, что там еще? Сухих, луньких обдавок. Так вот, друзья мои, вода, пауна и соль для загущения это примерно 95% состава любого моющего средства. То есть, когда вы варите супчик на мясном бульоне, то есть, вы берете 4-петровую кастрюлю, кладете мясной краешек, снимаете пеночку с бульона, а потом вы туда что-то кладете. Вот, основа супчик это 95%, точно так же и здесь. То есть, отличие всех этих шампунь для уставших волос после вчерашнего, для окрашенных волос, они содержатся в 5% состава. Шампунь от перхоти. Перхоть бывает разной природы. Значит, если у вас перхоть, вы пришли к доктору, делали со шкряпчиком, что у нас со временем? Все нормально. Делали со шкряпчиком, и врачи объяснил, что у вас перхоть грибковой природы, тогда нужно подобрать лечение и лечиться антигрибковыми препаратами типа акватримазола. Если у вас перхоть, это так называемая жирная сибарея, природа очень простая. Барышня с утра встала, помыла голову, посушила фенчиком, побежала на работу, вечером идти на свидание, она посмотрела в зеркало, решила, что-то голова у нее не свежая, снова помыла, а сальные железы у нас там в коже работают, они же понимают, что утром смыли, они за день что-то туда выдавили, к вечеру опять смыли, они так, выделяют снова, барышня после свидания пошла с любимым на дискотеку, там она энергично потанцевала, вернулась вечером домой вся плотная, мокрая опять, помыла сальные железы, говорят, да вы что, там озверели что ли, и начинают опять туда, значит, это дело выделять, а если так всю неделю, а если девушка энергичная, а если она молодая, а если у нее не один кавалер, такой тоже, понимаете, то есть сальные железы к концу недели уже сходят с ума, они начинают туда энергично это все снизу выдавливать, и так далее, и этот жир, который выделяется на поверхность кожи, он способствует тому, что вот эти вот чешуйки кожи верхние начинают энергичнее отслаиваться и появляется почасухой вот этой первой, которая является жиром сепарей. Значит, рекомендации. Я не буду рекомендовать иметь одного кавалера, не буду, это личное дело каждого. Но, значит, рекомендации простые, значит, старайтесь и не мыть голову каждый день по разу в день. Вот честно, делаешь и гордишься, что вот хорошего у вас вам важно. И здесь смотрите, как мы это делаем. Значит, вот завешиваются ингредиенты, вот они завешиваются, в соответствии с рецептурой, вот она рецептура. Ой, спасибо за кнопочку, Таня, прямо большое человеческое спасибо. Значит, в соответствии с рецептурой, в соответствии с количеством, завешиваются ингредиенты на электронных весах, которые тут же отправляют данные по сети, на склад, сколько ингредиентов, каких списалось и так далее. Дальше эти ингредиенты. Кстати, вот запишите вот этот отрисок к нам приходила на производство барышня, как сейчас модно блогер, не знаю, что это значит, блогер, вот, барышня неземной красоты, но тем не менее сняла какой-то удивительно толковый, грамотный фильм про наше производство. Вот сходите по этому адресу, он тут выложен, вот прям очень толковый фильм. То есть, как-то, оказывается, нет противоречий между неземной красотой барышни и мозговой деятельности. Значит, дальше эти завешенные ингредиенты отправляются в реакторы, вот такие вот кастрюли скороварки с мешалкой, это вот крышка, потом кастрюля встанет вервертикальнее, эта крышка опустится, и мешалка погрузится туда, и там будет вращаться. Из нержавеечки, соответственно, с нагреваемыми вот такими стеночками, там это все разогревается, нужно это все растопить, то есть, начинается варка помага с растапливанием воска, где-то порядка 100 градусов, потом добавляются следующие-следующие ингредиенты, температура потихонечку снижается, и потом помада при температуре в конце добавляется антошка, чтобы она не успела испариться, улететь, и горячая помада при температуре 70 градусов сливается вот в такие вот лотки, выстанные полиэтиленом, потом помада в них застывает, и мы играем в куличики, и получаем вот такие вот брикеты помады, вот, видите, Люба режет помаду на более мелкие куски. Дальше они приходят на линию, соответственно, закладываются, помаду нужно снова растопить, чтобы она была жиденькая до 80 градусов, вот в этот катер с кусками закладывается помада таким-то необычным ножом, как масло в советском гастрономии режется помада, значит, котел, вот он этот котел, в нем помада разогрета до жидкого состояния до 80 градусов, заливается в формочки, вот эти вот, вот они отливочные формочки, соответственно, если вы хотите помаду другого вида, другого фасона, вот все эти 180 формочек нужно сменить на другой вид, другой фасон, вот, цвет нет, просто нужно почистить все 180, можно следующий цвет, а если другой вид, то нужно сменить формочки, дальше помада готовая идет по линии, вот она идет по линии, она встреливается в компонент, то есть компонент пустой встает на формочке, туда встреливается готовую помадку, и дальше она идет по линии, автоматически закручивается вот здесь, на нее одевается крышечка, клеится эти кирка. Линии тоже такие чистые, блестящие, импортные. Вот тут, конечно, вот что значит я не умею фотографировать, профессиональные рекламщики. Вот тут все говорят, а что это вот у вас такое вот здесь вот лежит? Лежит, видите, палочка вот эта вот. Это наши операторы засекают, ну там, допустим, была остановка линий, вот чтобы знать, в какой момент линия поехала снова, они в этот момент кладут на вот этот круг, вращается, он вот так вращается, туда вот, в этот момент там залилась помада, и она пошла по часовой стрелке. И, соответственно, эта штучка там тоже вращается. И для оператора это просто знак, что в этом месте что-то было, и нужно посмотреть, какая там стрельница помада, не кривая, не касая, с потемком или нет. То есть опытный, конечно, рекламщик это дело был убрал. Ну, я нет. Вот, значит, линии производят до 20 тысяч помад в смену, делаем миллионный помад в год, у некого большие претензии. Мало едите, мало продаете, в общем, как-то не знаю, надо что-то с этим делать, потому что наш цель по производству помады загружен на 65%, то есть мы можем производить больше. Вот, учитывая все вышесказанное помада, соответственно, у нас хорошая, и более того, она совершенно съедобная. Вот, естественно, потому что она из съедобных ингредиентов. Ну, на вкус, конечно, свечка свечей, но что делать, если она из этого состоит? Ну, что еще, по разным данным, женщина, которая пользуется одним тюбиком помады в месяц за свою жизнь, съедает от 3,5 до 5,5 килограмм помады, мне, конечно, далеко. Я, по-моему, я пользуюсь редко, по исключительным случаям. Значит, подходим итоги. Друзья мои, я хорошо сделал, что я работаю на заводе компании «Карифольм». Во-первых, совершенно эффективный завод, реально просто, ну, красивый, современный. Когда я еду на работу, я очень часто еду, держу работу на велике, я рад тому, что я не увижу ни одной противной морды на работе. Это тоже очень важно. Продукция у нас прекрасно отвечает самым высоким стандартам. Уникальность нашей продукции в том, что ее разрабатывают люди, в общем, толковые, грамотные, любящие свое дело, из очень хороших ингредиентов. Ребята, вот это, все, что здесь представлено, это высочайшего качества. Когда я давал, вот, страдающим перед лекцией, понюхать лонолин, ведь ни один эксперт не заподозрил, что это имеет какое-то отношение к овчине. Все нюхали, это какой-то странный запах, это жир, ладно. Но когда я сказал, что это жир, ширские версии, сказали, ну, конечно же, конечно же. Но никто никогда не заподозрит. Вот касторовое масло, как я уже сказал, у нас промокопийно в качестве. Тоже можно сказать про все остальные ингредиенты. Ребята, у нас очень хорошая продукция. Давайте продавать ее вместе больше, и мы можем гордиться нашей продукцией. Спасибо. Спасибо. Спасибо.